Хей йо игроманы, с вами тут как тут экшен пуля, раз уж ты кликнул на этот видос, значит тебе так же хочется обезопасить себя и своих друзей игроманов от троллинга, скажу наперед, что ты пришел по адресу и я тебя уж точно не подведу, что ж не буду тянуть время и начну обговаривать тему после нового простенького интро, которое по моей просьбе вы оцените в комментариях. Итак, давайте постепенно подходить к теме, как вы знаете в нашем комьюнити полно токсиков или давайте будем их называть интернет троллями, обычно возраст этих троллей не доходит до 18 лет, но возраст если честно нам не важен, так мы собираемся научиться уходить от проблем или по крайней мере уходить не проигрывая, и сейчас некоторые могут задать вопрос, а почему по крайней мере уходить не проигрывая, почему нельзя уходить победителями? На этот вопрос я вам отвечу, сказав свою точку зрения, думаю вы понимаете, что с интернет троллями невозможно найти общий язык, ведь они если останутся без аргументов, то будут вас обливать в дерево, скверными словами, они это делают, чтобы не прознать поражение, а пока они не признают поражение, вы не сможете победить, вот поэтому мы уходим не с победой, а с ничьей, так сказать. Добавлю вам текст из одной статьи по интернет троллям. Психологи из трех канадских университетов провели опрос и пришли к выводу, что интернет тролли более других склонны к садизму, психопатии, отрицанию общественной морали и манипулированию людьми. Мне кажется, что после таких слов люди в интернете должны осознать, что с такими троллями общение не наладить. Но вы можете поставить это видео на паузу, перейти по ссылке, которая сейчас же у вас появилась в правом верхнем углу и глянуть по ссылке видео, а после вернуться сюда. Что ж, те, кто посмотрел видео по ссылке, поймут, что люди могут агрессивно высказываться не потому, что они интернет тролли, а потому, что у них был плохой день или еще что-то, что может спровоцировать появление плохого настроения. Поэтому не стоит сразу негативно осуждать этого человека. Для проверки лучше спросите его, как у тебя дела, почему ты агрессивно высказываешься. Я уверен, что ты хороший человек, но тебя что-то могло наткнуть на этот поступок. Если хочешь это обсудить, то напиши мне в ЛС, то есть личное сообщение. Вот этих слов достаточно. Если человек извинится, признает свою ошибку, то вы оба, считай, победили. Это хорошая концовка. Теперь, что насчет общения с противоположной командой. На этот случай советую не общаться с противоположной командой. Только единицы из вас уже знают, что общаться с группой людей невозможно, даже если вы общаетесь 5 на 5. Это ни к чему не приведет. Поэтому повторяю, не общайтесь с целой командой. Даже не заводите общение. Иначе интернет-тролли найдут себе развлечение и будут оскорблять вас. Но, что же делать, если вы не сдержались и спор все-таки начался? Что ж, в таком случае нужно атаковать первыми. Первое правило общения с агрессором. Ни в коем случае не отвечайте агрессией на агрессию. В таком раскладе вы просто опуститесь на такой же низкий уровень этого сосунка. Вам желательно выставить агрессора дураком, не применяя скверные слова. Помните, что вы можете снять на видео этот диалог и пожаловаться на игрока. Главное снять момент с жесткой агрессией и перейти по нику на профиль игрока. А теперь представьте, вот такой исход. Заходит этот тролль в игру, а там бан на время. Его реакция. Да, очевидно, он накидает кирпичи, если он дорожил этим аккаунтом. Так, не отключаемся. Это не конец видео. Идем дальше. Только что мы представили один исход. Но что если вы не хотите тратить время на это жалкое существо? В таком случае в диалоге с ним вам стоит меньше писать. Да и не забываем, что мы все еще в игре. Нам стоит сосредоточиться на игре, а не на словах безответственно агрошкольника. Поэтому в периодах между раундами, когда ваш персонаж живой, вам стоит больше задавать вопросы. Желательно вопрос короткий и при этом не оскорбительный. В таком случае остатки ума агрессора будут пытаться понять и обработать ваш вопрос. А вы, не принимая его слова близко к сердцу, дальше идете тащить. Этот второй фронт, так я его называю, тоже немаловажен для игры. Ведь всего-то найдя слабые места противника, вы можете нанести по ним удар и тем самым выведя его моральный настрой. А теперь слушайте внимательно. Я сейчас обращаюсь к вам с полной серьезностью. Я хочу, чтобы в стендов было меньше бессмысленных споров и разногласий. Но это, к сожалению, ни одному не под силу. Поэтому предлагаю вам не входить в стычки с людьми. Лучше превосходите их в игре, чем в бессмысленном диалоге. Таким образом вы можете сделать лучше всем. А если вы все-таки хотите исправить людей в лучшую сторону, то советуйте им мой канал. Не говорите, что я делаю разогроши. Ведь в таком случае человек будет видеть во мне другую выгоду, которая им мало чем может помочь. А вот такие видео пригодятся вам и в жизни. На этом видео заканчивается. Те, кто посмотрели это видео полностью, напишите в комментариях эти слова. Я солидарен с твоими словами в конце. Те, кто напишут эти слова, будут в следующем видео в начале ролика. Всем спасибо за просмотр. Вам желаю хорошего настроения и успеха. До встречи в следующем видео. Не унывайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова